Хотите рифму? И снова Lenovo. Итак, ребятушки, почти 4,5 месяца у меня Lenovo K5 Pro. Как обычно, Lenovo достаточно спорный смартфон. Мне нравится соотношение цены-характеристик, мне нравится соотношение цены-качества, но все равно этот смартфон понравится не всем. Сегодня поговорим о плюсах, о минусах, о том, чем мне он понравился, о том, что у него из сильных сторон есть. Итак, начнем со связи. Это стандартный телефон по модулям связи. Здесь есть и CDMA, и GSM модуль, поддерживается BN20, BN7, что по связи в плане Wi-Fi. Wi-Fi здесь поддерживается Dual Band и 2,4 ГГц и 5 ГГц. Но я заметил, что Wi-Fi модуль здесь не сильно мощный, либо он не сильно защищен от помех. Но, скорее всего, первое, потому что у меня рядом не сильно много Wi-Fi устройств, не так много Wi-Fi роутеров у соседей. И поэтому меня немножко смутило, что рядом лежат два смартфона, например, Xiaomi, который стоит дешевле, либо столько же. И у него Wi-Fi, допустим, все риски, а у этого без одной риски. Притом от роутера находился, конечно же, телефон через две стены. Это стандартный тест. Многие, кто меня смотрят давно, знают, что я всегда тестирую так смартфоны, потому что рядом с роутером находиться, ну, дело неблагодарное. Все смартфоны покажут хорошие результаты и по скорости, и по стабильности соединения. А вот когда я нахожусь через две стены, вот тогда и начинаются разные казусы. И здесь Lenovo почему-то показывает не самый лучший результат. Но зато по Bluetooth у него все хорошо. Здесь Bluetooth свеженький, 5.0 Low Energy. И, как мне показалось, работает он тоже прекрасно. Но важный момент, что NFC здесь нет. Хотите NFC, смотрите на Xiaomi Redmi Note 8T, потому что это, наверное, один из самых доступных и производительных смартфонов с NFC. Сам смартфон достаточно тонкий, несмотря на то, что у него достаточно мощная батарейка внутри и большая диагональ. Конечно же, они тут немножко схитрили. Смартфон не имеет никаких вырезов, экран без капелек, без бровей. Но рамки внизу и вверху достаточно большие. Если сравнивать, например, с тем же, даже Lenovo S5 Pro, то рамка внизу там, как мне кажется, поменьше. Но что и говорить, в общем-то, телефон достаточно не новый. Поэтому понятно, что здесь будут применены старые ходы, старые технологии и старый достаточно дизайн. Хотя этот телефон смотрится достаточно стильно на данный момент. То есть он не потерял в дизайне, не потерял в красоте. Качество материалов очень высокое. Здесь у нас используется металлический корпус, алюминиевый. Приятно, что утоплена камера, практически не выпирает. Этому стоит поучиться, например, тем же Xiaomi. Кнопки тоже металлические. Вообще, в целом, телефон очень приятен в руке и сидит в руке идеально. Но у меня рука достаточно большая, поэтому, как мне кажется, кому-то может быть такой форм-фактор и не подойдет. Кстати, важный момент это то, что диагональ дисплея здесь 6 дюймов. То есть это достаточно нестандартно, потому что сейчас мы привыкли, что все подобные смартфоны имеют диагональ 6,2-6,3 дюйма. А вот более современные телефоны, например, Xiaomi, они имеют уже 6,4 дюйма. Но благодаря тому, что там идет глубокий вырез и остается только капелька. Так что смотрите сами, но мне немножко хотелось бы, чтобы был чуть-чуть побольше дисплей. Хотя большинству этот дисплей зайдет. Диагональ все равно очень большая. И благодаря тому, что дисплей вытянутый, удобно листать в соцсети. Даже фильмы смотреть удобно. То есть все разворачивается без проблем. Сейчас все проигрыватели современные без проблем поддерживают вытянутые дисплеи. По поводу карты памяти, она здесь поддерживается, но придется пожертвовать одной из симок. Кстати, лоток здесь на удивление достаточно прочный и качественный сделан. В отличие от других телефонов Lenovo, которые я щупал. Карточки поддерживают до 256 гигов. Никаких проблем я с этим не заметил. Кстати, этот телефон у меня в версии 6128. Это максимальная комплектация. Он стартовал при цене 190 долларов. Я его купил за 130, насколько я помню. Также есть версия на 4.64 и на 6.64. 4.64 стоил 145 долларов. 6.64 – 160. Но это старые цены, когда только-только начались продажи телефона. Сейчас все это упало. Я не знаю, какие цены. Я ссылки оставлю в описании. Посмотрите. Может быть, вас цены порадуют. Но даже 130 долларов за 6128, я считаю, это очень крутая цена. Учитывая то, что вы покупаете телефон не БУ, не с рук. Вы покупаете новый телефон, хоть и не новую модель. По поводу связи. Она здесь на обычном уровне. Ничего сверхъестественного. Но она здесь работает стабильно. И каких-то проблем с ней не было замечено. Поддерживается как CDMA, так и GSM. По поводу емкости батарейки. Ну, на целый день вам его будет хватать. При условии, что вы не выставляете яркость на максимум. И не играете в игрушки. Кстати, сам дисплей здесь не сильно изобилует какими-то косяками. То есть, он достаточно яркий. И что мне понравилось, это хороший углы обзора. Достаточно сочный, достаточно нейтральный. Но, конечно же, я привык к AMOLED. Потому что в последнее время я пользуюсь AMOLED. Ну, как бы, конечно, после AMOLED хочется больше яркости. Больше глубины цвета. Ну, в общем-то, смотрите сами. Но за эти деньги вы AMOLED не найдете. Разве что БУшный какой-то Samsung. Либо, может быть, совсем убитый Xiaomi. Но как его убить за это время? Потому что он только-только вышел недавно. Я слабо себе представляю. Android 8.1 на их фирменной оболочке. Вот этой вот ZUI, по-моему. Ну, такое себе. Мне не очень нравится эта оболочка. Она такая простая, примитивная, не сильно красочная. Знаете, лишь бы сделать вот такое ощущение. Либо они просто не имеют вкуса. Во всяком случае, я представляю, что это бюджетник. Но на флагмане это все смотрится еще более неприятно. Потому что флагман это устройство, за которое ты заплатил прилично денег. Хоть это и не самый первый эшелон. Но все равно хочется более красивое устройство. А здесь скукота. Нет какой-то детальности, прорисованности. Все какое-то в разнобой. Иконки одни с белым фоном, другие без белого фона. Ну, короче, вот как-то не очень. Шторка тоже такая простяцкая. Вообще, лишь бы нарисовать на коленке. Недоперевод. Часто недоперевод вот в разных элементах меню. Особенно это встречается в настройках. В шторке тоже встречается. Ну, смотрите сами. Я так думаю, что за эти деньги можно простить эти грехи. Но я привык к более, знаете, качественным устройствам, что ли, если можно так сказать. Но сильная сторона этого смартфона это стереозвук. Да, он не сильно громкий, но он достаточно детальный. Может быть не хватает немножко глубины, но звук все равно неплохой. Звук из наушников посредственный. Я думаю, что большинству понравится, но меломаны будут плеваться. Ну, молодцы, что хоть оставили гнездо для наушников. Потому что некоторые выпиливают. Взять тот же Xiaomi Mi A2, который в принципе можно считать конкурентом этому смартфону. Ну, там гнезда для наушников нет. Придется использовать переходник. Здесь же USB Type-C. Поддержка OTG, которая работает так себе. Потому что я скидывал файлы по OTG и иногда телефон залипал. То есть он не глючил, он просто залипал и нужно было подождать, пока он перекинет данные. В этот момент нужно было просто набраться терпения, потому что Xiaomi показывает весь процесс. Этот же телефон, такое ощущение, что он заглючил. А на самом деле просто идет процесс перекидки данных, который никак не отображается в плане бегущей строчки. То есть это просто особенности некачественной прорисовки, детализации операционной системы. И надеяться на какие-то обновления серьезные, я думаю, не стоит. Android 8.1 как был, так вот он и умрет на этом Android. Мне кажется, что 9-ка сюда не прилетит. 636 Snapdragon, да, неплохой. Да, он достаточно производительный. Телефон не тупит, не глючит, не зависает. В общем-то не сильно нагревается. Ну, отчасти, конечно, благодаря хорошему охлаждению и корпусу. Но все-таки мне, например, не хватает производительности. Я пользовался этим процессором на, допустим, Redmi Note 5, Mi Maxi 3, Redmi Note 6 Pro. В принципе, неплохо. Можно пользоваться, но опять-таки, если вы любите играть в мощные игры, вам он не подойдет. Ну, смотрите сами. Тут вариантов как грязи, телефонов как грязи. Если не устраивает по этому параметру, смотрите на что-то другое. Например, там, я не знаю, Meizu X8, который более мощный. Телефон есть в двух расцветках, черная и золотистая. Я купил черную, потому что она была тупо дешевле. Ну и в конце, какой можно подвести итог. В принципе, за эти деньги, опять-таки, это отличный телефон, который может даже в чем-то переплюнуть Xiaomi. Но опять-таки, если вам нужен инфракрасный порт, вы этого не получаете. Если вам нужен NFC, вы этого не получаете. Если вам нужны крутые камеры. Про камеры я вообще говорить не буду, потому что они здесь просто есть. Они здесь снимают неплохо для этой цены. Но я люблю более крутые камеры. Вибромотор, кстати, приятно работает. В отличие от того же, не знаю, там, Lenovo S5 Pro. Сканер разблокировки тоже работает неплохо. Достаточно шустро, безошибочно. Но сканер разблокировки работает чуть-чуть медленнее, чем у Xiaomi. Также есть разблокировка по лицу, которую они запихнули очень глубоко. Но я ее нашел, она здесь работает и работает неплохо. Достаточно шустро, чуть-чуть, лишь буквально на миг, проигрывая тем же телефоном Xiaomi. Но это не критично. Так что за эти деньги это очень интересный вариант. Если хотите, посмотрите, пощупайте. Но опять-таки, если планируете покупать его, как я в Китае, то обязательно попробуйте найти его по месту. Пощупать, посмотреть, понравится, не понравится. И потом делать заказ. Спасибо всем за внимание. Если кому-то интересно, ссылки на телефон будут в описании. Там же будут ссылки на кэшбэк, с помощью которого можно сэкономить. И, конечно, не забудьте, что у меня есть второй канал, где я рассказываю об опыте использования, сравниваю телефоны друг с дружкой. Хорошего настроения, всем добра, любви и пока. Субтитры создавал DimaTorzok